Всем привет! Сегодня гринчики в гостях у Саши, у Вики, у Полины. Опять мы, понимаешь, с ответным визитом собрали чаю попить. Заодно будем спрашивать, потому что тоже люди интересуются. Вот после того, как вы уже сюда прилетели, купили машину, надо зарабатывать гроши. Как, например, ты нашел работу? Трудно это тебе было? Как тебя взяли на работу? Работы здесь на самом деле хватает. Если посмотреть, то работы хватает. По сравнению с маленьким городком как-нибудь в Беларуси, очень много работают. Если шланг не быть, то он может быть. Много всяких производств, кафешек, ресторанов, заводов. Очень много работал. Только выбираешь, что умеешь делать. Но я пошел на механика, потому что Илья там работал. И там я поспрашивал, что вроде люди нужны. Пришел, спросил, у Ильи спросил, куда подойти сразу. Потом у меня подвели, я поговорил, спросили, что умею. Сказал, что так и так гайки крутить умею, но без сильного опыта. Вы не говорили там, какой очень опыт? Ну, спрашивали, занимался, не занимался. Сказал, что колеса менять умеют, кто-то крутить умеют. То есть, ты пошел устраиваться как бы механиком? Да, механиком. Взяли механиком, ну, как студента. То есть, они учат, все рассказывают, показывают, как что делать. Ну, взяли без проблем. Ну, спрашивали там какой-нибудь диплом или что-то? Нет, ничего не спрашивали. А документы там? Ну, спрашивали, какой статус. А, статус, да. Статус спрашивали, да. В первую очередь. Даже у меня сразу спросили статус. Я еще даже, ну, в самую первую очередь спросили статус. И все, начал работать. Работаю три месяца. А без статуса, интересно, не знаешь? Они взяли в Бегасфильм? Вот я не знаю даже. Не узнавал. Наверное, ты им потом уговорил свой social security. Да, я оформлялся, там все они сделали. Ну, то есть, на чек работаю официально. Все, работаю. Платишь налоги за послушный гражданин. Да, налоги плачу. Там они указывают еще, ну, сколько у меня ежеденцев. Там жена и дочка. То есть, они, значит, в налогах, соответственно, меньше. Да, в зависимости от этого получается и приличный процент налога. Приличный. Например, там у знакомого моего, ну, там на работе, высчитывают там раза в три больше, чем у меня. Это здесь, да? Да, здесь. А почему? Из-за семьи, да? Да, вот что у меня семья, что сразу меньше налогов высчитывает. Ну, и вот что, вот как ты вот пришел на работу первый день, у тебя ничего нету? Ну, на каком языке, кстати, да, как там по кругу? Ну, сразу, когда пришел, был молдавский, украинский, потом теперь еще английский добавился. Смесь. Теперь еще и американцев добавилось. Ну, тоже. Уже, с одной стороны, хорошо или английский немножко практикуешь на работе. Ну, что они тебе сказали первый день делать, не помнишь? Помню. Да. Помню, да. Ну, сервис обслуживания, то есть, замена масла, там, фильтра, там, смазываешь, шприцуешь. Ну, то есть, все учат. Я пришел, все показали, да, все показывали, что делать. Ставят и смотрят, как ты там за один раз поймешь, что за два или за три. Ну, за один раз, там, с опытом, я думаю, только поймут. Да, так за два, за три раза, я думаю, нормальный человек любой поймет, что там делать сервис, как там, ничего сложного такого нет. У тебя что-то такое вот впечатлило, что вот работа именно здесь в штатах, пусть и компания, как бы, вроде и наша, но уже все равно здесь, не в Белоруссии, да? Ну, вот есть какая-то такая разница, может, ты заметил? Или отношение к работе другое, или как ее надо делать? Вот отношение к работе быстро меняется здесь, в общем-то. Да? Вот у меня очень быстро поменялось. Ну, подожди, окей. Хорошо, какое было и какое стало? Ну, понятно, было вот как у всех, лишний день прошел, работа отсидел. Ну, вот как в Белоруссии работаешь, ты работаешь, знаешь, там, за оклад, на час раньше ушел, никто тебе там, ну, столько же получится, на час раньше задержался, никто тебе не доплатит за это. А здесь нет, все. Во-первых, сделать надо все качественно, потому что если узнают, что там все записывается, кто что делает, там все видно, и где-то что-то свелонишь, тем более такая ответственная работа, траки, которые ездят на дорогах, такие большие машины. У меня мысли еще иногда поскакивают, типа, а вот это можно не сделать, например, да? Вот это не проверить, а потом нет, лучше проверить, а то мало ли что, все вот так вот. Но ты чувствуешь больше ответственности здесь. Ответственность чувствуешь, да. Ну и понятно, за что работаешь, есть работа оплачивается, как бы, на час, вот сейчас его ртами платят, все. Как бы задержался. Ну, задержался на работе, уже слышно, по чеку уже видно, что ты уже, ну, побольше. Чек получается звонкий. Да, звонкий чек. А вот в пятницу не работали, снег был, вот уже все, уже. Звонкий с другим знаком. Да, чек уже тогда поменьше становится. И думаешь, идти на работу или не идти на работу, задержаться или не задержаться. А вот в плане инструмента, вот, как бы, ну, оснащенность всякими там... Я уже руками гайки не хочу уже крутить уже. Мне уже лень гайки руками. Все, очень инструмент хорошего. И качественный, и все есть, все что надо. И спецодежда, да? И спецодежда, да. И не надо же не стирать, каждый день в чистые домой приходят. Ну, я меняю. После работы прихожу. То есть тебе спецодежду дали? Да. Там 7 или 8 комплектов. А, и поработал, скинул грязную там? Да, да. Надел ногу и пошел домой. И душ есть, все предположим там. Постоянно руки, ну, все, перчатки есть хорошие. То есть такие резиновые, постоянно меняющие. Руки не грязные в основном. Понятно, что войдутся, когда уже так работаешь, чтобы скорее, скорее, тогда уже и грязные. Но так в основном, если нормально, то и получается, что руки чистые и сам такой. Обычно все начнут спрашивать и компанию будешь озвучивать, как называется, где ты работаешь? Да, я не знаю. Ну, нет проблем. Ну, я тебе так скажу. Ну, ладно. Скажи уже. Просто все, это такой ушный народ, они всех знают больше, чем мы тут сами знаем. Не, ну, тем более, зачем тут учредители знают? Да. Догадайтесь сами. Это варианты ответов можно в этих комментариях писать. Понятно. Как по выходным заставляют на работу выходить? Есть такое, что там поможет? Ну, не, не заставляю. Но иногда надо на дежурство выходить. Ну, это редко. Можно и, конечно, если хочешь заработать, то можешь и выходить на работу. Ну, хоть каждую субботу, например. Воскресенье не работает. Ага. Окей. Ну, а насчет бенефитов? Что там? Ой. Нету бенефитов. Ой. Ты так сказал, что она перейдила уже вопрос. Я просто не знаю, что такое бенефитов, потому что никогда не было у меня. Если бы они у меня когда-то были и сейчас не было, то догадывала. А так не было и нету их. А у нас тоже не было. Терять нечего, да? Ничего не потерять. Ну да. Окей. Все ясно. Ну, а вот то, что ты приехал, как бы новый человек, вот как отношение к тебе такое было? Не говорили, что вот, что ты сюда пришел, работа у нас отнимать? Такого вот не было. Да нет. Наоборот, как-то заметил, что не очень так и сильно много работников таких, которые хотят работать. Так что... А что там? Лентяй? Ну, нет. Ну, например, даже механиков, кто не хватает, там берут новых людей. У нас просто вроде и не уходил никто, вот я сколько-то три месяца работаю, а три новых человека пришло, вот когда я работаю. Ну, то есть... Ну, ты уже на траке научился ездить, там по ярду... Да, катаюсь уже чуть-чуть, в гараж заезжаешь, выезжаешь, ну, это же без прицепа. Ну, да. Ну, да. Ну, и планы к трак-драйверам стать? Ну, пока не знаю. Пока еще так... Жена тут плачется. Сомневается. Жена плачет. Ну, это нормальное, когда жена не хочет отпускать далеко мужа, тем более на дуру. Ну, да. Ну, она еще не самостоятельная тут, если водить... Боится водить просто машину. Не, мы когда приехали, тут вышли, тут такие развязки. Я первый раз сел, я помню, я ехал так, как будто я вообще первый раз сел за руку. Хотя я тут уже столько проездил, но... Ну, сейчас я так, как посмотрел, сравнить с белорусским движением здесь проще ездить, я помню. Здесь нет этих обгонов, вот этих вот... Навстречки. Навстречки. Ну, я только Аззарас видел, Аззарас сам выгонял там. Можно было. Вот она. Прерывистая. Я бы не обгонял. Даже я просто... Знаю, что никто не обгоняет никогда. Ну, особенно, как-то да. Особенно, если двойная, то вообще... Вообще нет. Один раз я видел прерывистые машины ехала. Передо мной две машины, и одна обогнала, ну, думаю, что... Одна обогнала, не обгоняю. А так... Тут совершенно такое. Средняя полоса это классно сделана, что выезжаешь и стоишь там на пауэрот, никому не мешаешь. Или то же самое заезжаешь у нее, когда с другой там налево поворачиваешь. Ну, такой вопрос. Шкурный, потому что люди тут... Ну, спрашивают у нас... Ну, цифры мы озвучивать не будем. Вот получается, что ты работаешь как бы один, и вы живете с семьей. Ну, вот если так сравнить с уровнем жизни в Беларуси, если можно сравнивать, да? Хватает. Как она тебе? Как вы ощущаете разницу? Ну, вот, знаешь, как-то сразу, вот как только начинаешь работать, начинаешь вот на этот день жить, кажется, что вообще просто это. Вообще. На самом деле с белорусскими вот так вот, да. То есть думаешь, ну и на это хватает, и на это хватает. Думаешь, и машину заправить, и покушать, и заплатить за то. А потом так работаешь, думаешь, а иногда даже больше ужинает. И сюда, и сюда. Быстро замыливается это. Ну, сразу, да. Нет, на жизнь хватает, без проблем тут. Сильно отложить не получается, но так на жизнь. Просто сейчас, например, у нас там в Беларуси ну, тяжело очень, люди очень сильно зарплаты уменьшились. Да, да, да. То, я думаю, там тоже ни у кого особенно не получается отложить, то лишь бы так покушать было хорошо. Нет, прожить, понимаешь? Мы, конечно, тоже молодая семья, жили на съемной квартире, и нам не получалось прожить на своей... А, в Беларуси? Да, в Беларуси не получалось прожить, даже когда родители машину заправляли, там, покушать давали, и там, еще и денег иногда давали. Много, но, и то так. Тютелька в тютельку, а здесь намного с этим больше. Да, не тютелька в тютельку. Если родители заправляли машину, давали денег по кушать, это уже не тютелька в тютельку. Нет, вы поняли. Получалось так, что работали на жилье в основном, и чуть-чуть что-то купить, пару раз в магазин съездить. Здесь мы просто сразу немножко шиковали вообще, сейчас немножко поэкономнее стали, потому что сразу вообще так тратили, тратили сейчас. Душа требует полёта, конечно. Сейчас поэкономнее стали, да и уже так знаем, что покупать, что не покупать, ну ещё не всё знаем. Вот Валди, жена Валди типа звала, а я думаю, зачем Валди? Валди полетали, говорят, дешево. А Валди ещё дешевле там продукты, если съездить. Почему? Ну на жизнь хватает. Ещё и на океанчик съездить, да, несколько раз в год. Как же мы ездили с одной заправой? В этом плане попроще намного, но быстро заморивается. Вот как я смотрю, что так быстро к этому всему привыкаешь, к хорошему, вообще быстро привыкаешь. Кажется, что уже и не очень хорошо, да? Ну, кажется уже. Можно больше. Лучше выставить. Давай ещё больше. Мне когда-то в Беларуси казалось, что только вот за жалеём, что хватало платить там за съёмное. И то, и сё, и уже вот вообще хорошо. А тут уже так всё есть. Ну и как, всё вот это есть, но там думаю, что за это хватает заплатить. И тут и в магазин, и в ресторан даже сходить там куда-то, там тот же кафе какой-то. И, ну, ну как замыливается быстро.